Приветствую вас! Ситуация довольно серьезная, да, сама по себе, но пишете вы достаточно мало про нее, про эту ситуацию, про эту ситуацию вы мало пишете. Про себя вы пишете также немного, то есть, ну вот, именно про себя, именно про то вот, как у вас происходили переживания, вот, и так далее. Пишете вы только по сути, по факту, то есть, только по факту вы пишете, что вот, было, значит, такое событие, происходило, произошло оно, а вы этого события не ожидали, вот, и, соответственно, после него вы, там, решили выбрать, там, определенный образ жизни, допустим. Вот, и теперь вы, как будто, боитесь у нас выходить на улицу. Вот. Ну, понятно, что травма была, понятно, что не укладывается, не укладывается и не может уложиться ваше сознание то, что произошло, вот, а, скорее всего, вы сами не понимаете, почему это произошло, вот. Ну и, что еще может быть, это, конечно же, какое-то чувство вины. Вот. Я, конечно, опять же, не знаю, да, может быть, ничего этого и нет, но, если у вас есть чувство вины или страх какой-то, вот, то это, конечно, все результат травматичности, то это результат травмирующей ситуации и с этим, с этим нужно работать. В первую очередь, необходимо вам понять, понять, главную мысль, что человек, что бы он ни делал, да, человек сам сделал свой выбор, это был его выбор, это было его решение, вот, и это он решил, значит, поступить так, как он поступил. То есть вы в этом, вы за это ответственность за это вы не несетесь. Я более чем уверен. То есть вам нужно, грубо говоря, допустить, именно допустить, допустить тот факт, что человек может самостоятельно решать такие вот вопросы, самостоятельно, самостоятельно выполнять то, что он задумал, вот, и именно самостоятельно, вот, значит, самостоятельно исполнить то, что он задумал. И вам ничего не остается, кроме как принять этот выбор, собственно говоря. То есть у вас не остается ничего другого, вы не можете сделать ничего другого, у вас нет другого выбора. Так же необходимо, так же необходимо, чтобы вы подумали и обратили внимание на то, как изменилась ваша жизнь после вот данного происшествия. Вот вы говорите, что были на, значит, тяжелых работах, да? Значит, тут тоже момент такой. Зачем вы были на тяжелых работах, почему вы были на тяжелых работах, что вы хотели с помощью этого, там, добиться и так далее. Вот. То есть на мой взгляд, на мой взгляд, вот эти все вещи, их нужно рассмотреть. Вот. Ну и вы ведь можете вполне, вполне логично, вы можете себя наказывать за то, что произошло, считать себя виноватым в том, что случилось. Вот. И я думаю, что вот от чувства вины вам нужно избавляться. Вот. Вот. До тех пор, пока у вас это чувство вины будет, вы вряд ли сможете двигаться дальше. Вот. Я думаю, так можно ответить на ваш вопрос. То есть вот вы, вы пишете достаточно, еще раз повторю, серьезные вещи. Вот. Значит, запишитесь на онлайн-консультацию к психологу и поработайте с ним. Все важные моменты, по крайней мере, вам станет легче и вы сможете уже добраться до больницы. Правда, не очень понятно, с какой целью вы хотите дойти до больницы. То есть вам нужна не больница, а кабинет психолога или психотерапевта. Вот. Но это уже вам решать. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!